Где я поставил петличку чуть-чуть пониже, чтобы нам попробовать позаписать тот самый легендарный звук. Долгожданные новости, которые я пытался записать довольно-таки давно, и наконец-то я их начинаю записывать. Одно из самых первых новостей, конечно же, бомбит на этой неделе о том, что Microsoft впервые за 6 лет обкатила, точнее выкатила новую версию винды, которую, кстати, можно будет протестить только после 28 июня. То есть, короче, после 28 июня можно будет уже протестить новую бета-версию винды, новой, 11 винды. Субтитры подогнал «Симон» В принципе, там ла-ла-ла, новые фишечки. В новой версии добавлены новые функции и возможности для удаленной работы и расшаривания контента. В принципе, я считаю, что в винде больше засунули всяких плюшек, касаемых удаленной работы. Позволяет, в том числе, мне кажется, они там что-нибудь протестили и в календарях. Также пользователи смогут создавать несколько рабочих столов и быстро переключаться между ними. Кроме того, в Windows 11 будет доступно приложение Android, прям в Microsoft Store через магазин ла-ла-ла. Короче, можно будет проще совершать покупки на 11 винде. Но самое главное в винде, что это они используют стекломорфизм. Это настолько стало популярной штукой. То есть, по-простому я вам сейчас объясню, что такое стекломорфизм. Это когда весь дизайн такой мутно просвечиваемый. Это новая современная штука, которую юзают практически сейчас везде. В iPhone это есть штука. Этот дизайн они используют на сайтах. Сейчас это начинает набирать обороты в Тинькофф, Сбер, Mail.ru. И остальные всякие крупные гиганты начинают юзать этот стекломорфизм. То есть, еще, мне кажется, годок и начнут блевать от него уже, потому что его начнут использовать просто все. Начиная от какой-нибудь доставки еды, заканчивая уже там какой-нибудь там, не знаю, скучной огроменной штукой. Невыносимая выносимо певец Лолита снялась в ролике компании за захоронение Ленина. Короче, там на новой газете выкатили ролик рекламный, где снялась в том числе Лолита. Рекламный посыл состоит в том, что, ребята, пора бы уже его и захоронить. Ну, то есть, кого? Его Владимира Ильича Ленина. На самом деле, я тоже считаю, что хватит уже его показывать всему миру. И на самом деле, это же будет хорошо, когда человек все-таки обретет какой-то покой уже в земле. Ну, реально, блин, звать туристов к нам в страну для того, чтобы посмотреть кое-как сохранившееся тело Ленина. Ну, вы хорош. Ну, как бы был человек, легендарный человек, большой человек для истории России, был, и пора бы уже его захоронить. Ну, честное слово, ребят, ну, хорош. Пристегнитесь. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, до Красной площади далеко? А то мы взяли эту-то часу. Работает. А нам еще на Ленина посмотреть надо. А что такое Ленин? Там пробка большая. Ты что, не знаешь? Человека взбили. Господи. Что, насмерть? Дед, прям насмерть? Так, а на это нам смотреть не обязательно. Закрыли глаза. Глаза закрыли, я сказала. Не хватало нам еще трупы разглядывать. Мы с планетарей на метро. Спасибо большое. Извините. МТС не перестает меня удивлять наличием блогеров и известных людей в своих рекламных компаниях. И следующая новость говорит о том, что третий не лишний, а именно Настя Явлеева, присоединилась к семье Нагиевых в промо МТС от BBDO Moscow. Ого, с каких пор ты стал разбираться в молодежной музыке? С тех пор, как стал выглядеть моложе своего сына. То есть давно. Заходи. Кстати, рваные штаны сейчас. Кринж. Привет, что смотрите. Корейский ремейк гораздо концептуальнее. Нет уже в Горливуде экзистенциальных мастеров. Что? Что? То-то я смотрю, он в молодежной музыке разбирается. Все интернет-тренды знает. А она вон экспертом в кинематографе стала. Ты ее к своему семейному премиуму возвращал. Это ничего не значит? Потому что ничего не стоит. Короче, что это значит? Это значит, МТС настолько вкладывает рекламные бюджеты, ну, настолько вкладывает много денег в рекламные бюджеты, что у них уже и Ивлеева. Я вонгую, что еще прям буквально месяца два-три и Моргенштерн к ним присоединиться. Я еще не знаю, кого они еще могут сюда позвать. Там Нагиев есть. Этот чувак, который танцует, прикольно, классно есть. Блин, там полно кто-то у них есть. Еще плюс Ивлееву сейчас потянули. Ну, Морген, мне кажется, там еще прям буквально пару месяцев и он подтянется. Мне кажется, кого еще туда можно? Короче, скучная какая-то херня. 57% россиян обращают внимание на экологичность товара в упаковке. О чем это нам говорит? О том, что люди больше стали заботиться об экологичности, об вторсырье. Ну, то есть, когда можно из старой упаковки сделать какую-то новую, либо текущая упаковка, чтобы была биоразлагаемая и там бла-бла-бла-бла-бла. В принципе, я вот это не верю в такую штуку, что, типа, надо беречь природу и делать все из бумаги. Ну, то есть, получается так, что мы должны сначала уничтожить лес, из которого мы сделаем бумагу, которая будет биоразлагаться, и которая потом, опять же таки, так сгниет, и из которой вырастут там деревья и так далее. Но вначале-то мы должны срубить лес, из которого мы будем дальше делать упаковку. Ну, то есть, на самом деле, это такая штука, что тут нужно еще поспорить, где выгоднее использовать пластик, где выгоднее использовать материал, который биоразлагаемый и легко, который дальше уже будет использоваться вторично. Поэтому здесь я почесал опять нос, да. Спрос на настольные игры увеличился почти на треть. Увеличение сохранилось и после самоизоляции. Занама говорит о том, что люди раньше играли в пазлы, в настольные игры и прочие развлекательные игрульки. Но во время самоизоляции этот спрос на настольные игры увеличился. И он продолжает увеличиваться даже после того, как локдаун, по сути, у нас прошел. Хотя он сейчас в Москве опять возгновляется. Но спрос на настольные игры не упал. И он продолжает расти. Это значит, говорит нам о том, что сейчас на рынок полезут еще больше разного вида настольных игр. И это круто. Мы начнем замечать какие-то там новые-новые-новые игры. В том числе, возможно, они будут из того же биоразлагаемого материала. Я потом это чик-чик сделаю. Короче, в паскалки гоняют еще больше. Какие паскалки? В настолке гоняют еще больше. Тайт создаст средство для стирки в космосе. Его будут тестировать астронавты НАСА. В общем, Тайт. У него там есть своя программа, при которой он там должен будет изобрести такое средство, при котором меньше будет тратиться воды, меньше будет тратиться стирального порошка. И в целом, типа там прям они настолько пекутся об экологичности и о экономии природных ресурсов, что типа прям там капец. Сейчас, на самом деле, они будут изобретать это средство и хэза какое они изобретут. На самом деле, здесь они в этом плане молодцы. Вот в плане пиара они молодцы. То есть сказать просто, что мы, ребята, будем изобретать средства, которые позволят стирать в космосе, это прям вообще круто. Мне кажется, потом даже на упаковке Тайда они будут использовать этот пиктограмм, где будут писать, что наши средства используют даже в космосе. Ну и такой маркетинговый ходок. Рогозину вот чем надо заниматься, а не публиковать там всякие смешные мемасы для Илона Маска. Вот, взял и сказал, что мы изобретем какое-то средство для космоса. И вперед! Не надо выкладывать эти там песни для Роскосмоса. Из исследований российские маркетологи увеличили расходы на диджитал рекламу. То есть в этом году локдаун способствовал тому, что компании перешли из традиционных каких-то оффлайновых продаж полностью в онлайн. Ну, точнее, не полностью, а в большинстве, в своем случае, они стремятся на онлайн-площадки, онлайн-продажу. И все, что связано с мобильными приложениями, социальными сетями и сайтом. То есть 48 маркетологов в России, 48% маркетологов в России подтвердили, что пандемия COVID способствовала снижению доходов и компаний. Ну, короче, здесь что говорить. Расходы на онлайн-продвижение растут. В том числе нам здесь утверждают, что к концу 2021 года рекламный рынок увеличится на 19%. С одной стороны, можно сказать, конечно, спасибо локдауну, что он пришел и из оффлайна мы ушли в онлайн. И, кстати, большинство компаний все-таки начинают заботиться о своих там сайтах, мобильных приложениях, соцсетях и соцсетях. И начинают их улучшать с точки зрения, чтобы хотя бы просто быстро загружался. Не важно, что это мобильное приложение или там сайт. Лего начнет производство своих конструкторов из мусора. А именно, ранее компания отказалась от полиэтиленовой упаковки. В общем, Лего заявила нам, что к 2030 году запланирован полностью отказ от использования пластика на масляной основе. Интересная довольно новость про рекламу. В России предложили запретить рекламу в фильмах о Великой Отечественной войне. То есть, человек, а именно кто у нас здесь? А, Бачаров. Какой-то председатель комиссии общественной палаты. Что он, значит, предлагает? Он, значит, предлагает, что, ребята, вот когда идут военные фильмы, например, там, на День Победы или в День Памяти и Скорби, и вот в это время, когда идёт фильм, например, там, полтора часа или два часа, когда идёт фильм, нельзя показывать, нельзя вставлять в этот фильм рекламу. На самом деле, на мой взгляд, потери будут колоссальными для канала, канала, который показывает фильм. Например, ни для кого не секрет, что в период трансляции Чемпионата мира по футболу, например, да, самый большой ценник на рекламу как раз-таки и находится вот в том самом моменте, когда идёт трансляция Чемпионата мира по футболу. Там настолько высокий ценник, что просто сказать им, ребята, что, а в том числе и на 9 мая, например, да, когда все высаживаются у телевизоров и смотрят военные фильмы, цена за этот рекламный ролик возрастает просто же в разы, потому что, ну, большинство людей, скорее всего, либо там на природе, либо у телеков сидят и смотрят фильмы. С детьми сидят, либо там семейные пары, либо там со своими родителями. И поэтому просто так взять и запретить показ рекламы в военных фильмах в Дни Победы, например, ну, я не думаю, что на это согласится Первый канал, потому что потери будут очень большие. Xiaomi открыла собственную киностудию. Xiaomi Studios поможет бренду продвигать смартфоны. То есть, короче, гигант Xiaomi, который производит настолько много тех, он решил, что, блин, ребята, мы не будем заказывать у сторонних подрядчиков изготовление рекламы, видеорекламы, да, для продвижения своих товаров, в том числе и смартфон. Давайте-ка мы свою собственную киностудию сделаем, на которой будут, скорее всего, привлечены какие-то крутые спецы страны, которые будут заниматься как раз-таки производством крутых рекламных роликов для продвижения продукции Xiaomi. И это нам говорит о том, что, скорее всего, они на этом не остановятся, и они будут дальше развивать эту штуку. Возможно, через год или два мы увидим какой-то вот фильм, произведенный на киностудии Xiaomi, а может быть даже какой-нибудь... мультик или комикс. Xiaomi молодцы, продукция у них классная. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok